Минувшие выходные в Татарстане 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 Или, наоборот, теперь на наши сограждания будут меньше смотреть? Видите, я очень много лет в спорте и сама с профессиональными спортсменами работала, тренером работала. У нас есть такая поговорка, трудности нас только закаляют. Поэтому, если мы это преодолели, нам уже ничего не страшно. Ольга, вы наблюдаете за Олимпиадой, за тем, что происходит там? Естественно, наблюдаем, потому что, например, двое лыжников участвуют в Олимпийских играх, оба от Татарстана. Двое из Татарстана. Да, это Андрей Ларьков и Аня Нечаевская. Безусловно, это большой вклад в спорт. И мы следим за их результатами, болеем активно. Хорошо, что у них все получилось попасть туда, что без проблем. В общем, болеем, призываем всех болеть. Есть какие-то шансы у них на пьедестал? Конечно, безусловно, есть. Это в первую очередь и эстафета, но и личные гонки действительно мы рассчитываем. Потому что у каждого из них есть свои коронные дистанции. Ну, чтобы следить за успехами наших татарстанских спортсменов и дальше, а сейчас поговорим об успехах простых любителей лыжников. Итак, «Лыжня России» действительно проходила у нас в республике. Немного информации для наших телезрителей. Соревнования свободного формата стали уже традиционными. Впервые в Казани «Лыжня России» прошла 13 лет назад. На этот раз для удобства гонки проводились сразу на трех площадках. Главные старты были в поселке Юдино. Всего на заобег зарегистрировалось 14,5 тысяч человек. Самому старшему участнику 92 года. Уникальность этой гонки в том, что участники могли издать нормативы ГТО. С этой целью на «Лыжню России» зарегистрировалось почти полторы тысячи человек. Ну и небольшой комментарий по этому поводу. Давайте послушаем, посмотрим. Какие ощущения, когда на лыжах катаешься? Нравится? Нравится. Это не нравится. Супер! Драйв дает море положительных эмоций. И прилив сил огромный. Вообще здорово! Все принимаете участие. Это добавляет только здоровья и настроение классное. Итак, наши вот такие экзотические спортсмены попадались на трассе. Студенты из Индии. Расскажите в целом о том, как проходила гонка, сколько человек принял участие. Ну, традиционно мы решили в этом году. И в том году тоже так было, что жителям города все-таки удобно будет прийти на «Лыжню России» по месту жительства. Поэтому разделили город на три площадки. На самом деле у нас четыре площадки было. Как раз Чебакса еще прибавилась. Там МВД не сдавала, а выступала на «Лыжне России». Потом Горкинский, Амитийский лес. И Горкинском парке Победы. И, конечно, основная площадка это была у нас «Локомотив». В этом году мы, как организаторы, постарались расширить трассу, чтобы максимальное количество людей могло спокойно выступать на дистанции. Потому что были препятствия в том году. Трасса была узкая. И, конечно, в этом плане мы получили недовольство. В этом году все было устранено. Федерация лыжных гонок нам помогла с ретраком подготовить трассу. И все в этом году отмечали, что на самом деле трасса была шикарная. Равнинная, во-первых. И по выбору 2 километра, 3 и 5. И особенностью, конечно, больше всего приятно, что в этом году мы начали историю. Решили массово сдать нормы ГТО. На самом деле 1200 наших школьников, 10-ти классникам, которым это важно, чтобы успеть получить знаки отличия перед поступлением в ВУЗ, они заявились на ГТО. Правда, не все выбрали лыжи. Вот 370 человек выбрали лыжи. И вот они выступали там и полностью закончили свой марафон ГТО из 8 видов. Поэтому сейчас мы только ждем результаты. Я хотела бы, чтобы наши жители города всей семьей поддержали, то есть школьники активно в этом участвуют, студенты. И хотелось бы, чтобы еще и взрослое население подключилось к этой программе ГТО. Как раз для этого все условия есть, очень много центров открыто, трассы готовятся. Ждем всех. Я думаю, что это детально мы сейчас как раз и обсудим. Ольга, вопрос к вам. Вы все-таки с детства на лыжах профессионально этим занимались. Есть динамика увеличения количества лыжников на площадках? Все-таки все больше людей занимается лыжами или нет? Да, конечно, стало гораздо больше людей в связи с открытием новых площадок. Например, Горкинский лес стал более доступен для простого населения, который в качестве любителей выступает на мероприятиях. Естественно, им удобно там готовиться, удобно близко к остановке, кто-то рядом живет. Трассы стали лучше готовиться. Стадион Локомотив, тот же Юдина, как сказала Светлана Анатольевна, расширились трассы. Ретрак приезжает, естественно. Освещенные трассы помогли с освещением Федерации лыжных гонок. Поэтому гораздо приятнее сейчас выходить на лыжню, и можно выбирать один выходной покататься на одной площадке, другой выходной съездить еще посмотреть новое место. Ну и тогда давайте постараемся объяснить телезрителям, для тех, кто не участвовал, в чем все-таки смысл этих соревнований Лыжная Россия. Ведь это все-таки не просто соревнования. Понятно, что большинство из тех, кто выходит на площадку, понимает, что медали им не светят. Для чего тогда они должны кататься? Но там вообще как таковых награждений особо и нет. То есть это речь идет о том, что просто люди приходите, походите на лыжах, кому хочется побегайте на лыжах. То есть тут для того, чтобы люди массово пришли, и для организатора для этого создают большой праздник, и творческий коллектив выступает. То есть это такое массовое гуляние, как на Масленице бывает, только за здоровый образ жизни. Как вы считаете, могут ли лыжи стать национальным видом спорта, как это происходит в некоторых скандинавских странах, когда традиционно всем семьей регулярно люди выходят на лыжи каждый выходной? Сейчас он настолько доступный, конечно, это один из массовых видов спорта. И в Казани, когда мы подводили итоги, чем больше, какими видами спорта у нас все-таки дети занимаются в первую очередь, то лыжи одно из самых массовых видов спорта, наряду с футболом, и с хоккеем, и с художественной гимнастикой. Ольга, как вы считаете, что дают лыжи тем, кто занимается ими? То есть как, допустим, тот же способ ведения спортивного образа жизни, заменить, к примеру, фитнес-клуб на только лыжные, какие-то забеги? Возможно ли это? И какие преимущества от занятия лыжами? Ну, лыжные гонки, в первую очередь, это весело выйти на трассу всей семьей, идти рядом вместе, рядом помогать друг другу преодолевать сложные подъемы или спуски. И лыжи – это же альтернативное занятие каким-то летним спортивным занятиям, другим видам спорта, потому что лыжи – это же несколько месяцев в году, и приятно разнообразить свой отдых, свою физическую активность. Естественно, это очень полезно, потому что можно двигаться с небольшой скоростью, в комфортное для себя и оздоравливать себя и всю семью. Это, во-первых, и природа, и лес. Это, наверное, самое главное. И красота. Здесь отдыхает не только тело, но и глаза, и душа. Как раз о тех, кто профессионально этим занимается, имеется в виду здоровый образ жизни, для кого это действительно образ жизни. У нас есть сюжет, давайте его посмотрим, далее обсудим. Для тех, кто хочет начинать свое утро бодро, каждую субботу в 8 утра на городской набережной проводятся любительские пробежки. В них может принять участие каждый желающий. Я тоже решила на одно утро присоединиться к клубу бега, и таким образом проверить себя и своего оператора на выносливость. Признаюсь, ранний подъем в выходной день дался нелегко. Члены клуба бега говорят, что ради утренней пробежки в приятной компании готовы пожертвовать сном. Отдых, удовлетворение, также это ЗОЖ, здоровый образ жизни. Также стараюсь привлекать к этому образу своего старшего сына, который также со мной уже участвовал на нескольких спортивных соревнованиях. Сначала ребята проводят разминку. Перед пробежкой нужно хорошенько разогреть мышцы. Уже потом выходят на старт. Бегут любители в умеренном темпе 6 километров, чтобы каждому было комфортно в этом ритме. Сейчас на пробежку собирается от 10 до 40 человек. Мы решили возобновить занятие клуба бега, а сам клуб бега у нас стартовал еще пару лет назад, когда мы сначала вдвоем стартовали с товарищем, потом потихоньку-потихоньку у нас стало 8, 10, 15. И как-то к лету мы собрали ближе к 40 человек и уже бегали большой компанией. Сейчас решили, что надо заново это все делать. И с ноября, стабильно каждую субботу в 8 утра мы здесь бегаем. Активисты приглашают присоединиться к утренним пробежкам всех желающих. На старт любители здорового образа жизни встают каждую субботу в 8 утра на городской набережной. После пробежки некоторые бегуны окунаются в холодную воду. Ксения Антонова, Ильдар Шайдулин, новости Татарстана. Да, действительно сюжет бодрящий, особенно последние кадры. Вот как сделать так, чтобы здоровый образ жизни стал обычным образом жизни для наших сограждан? Не случайно Казань называют спортивной столицей. Как сделать так, чтобы не только в Казани, но и в целом по республике это было так? Мне кажется, это уже наступило время. Просто речь идет о том, чтобы как можно больше людей привлекались. И вот те события в Казани, которые в последние годы происходят, проведение вот этих крупных массовых соревнований и международных соревнований, ведь именно эти события повлекли, что в спорт и физкультуру начали приходить люди. Потому что когда, посидев на этих крупных событиях и напитав этих эмоций, которые они увидели на арене, многим захотелось самим поучаствовать в этом. И вот эта волна, которая после 2013 года пришла детей, а потом и взрослое население, их мамы и папы, привела к тому, что на сегодняшний момент у нас в многих видах спорта очередь, чтобы попасть в детскую спортивную школу. И открылось большое количество клубов любителей бега, на самом деле, да, потому что потребность в этом есть. И если кто-то когда-то был у нас в Манеже о легкальтическом в Казани, который там стоять негде, там настолько востребована эта беговая легкальтическая дорожка, что скоро, наверное, станет вопрос, что нужно еще стадионы строить, потому что не хватает. А появилось движение триатлона, который тоже в том числе входит и бег туда. И количество это сейчас очень популярно и востребовано. И вообще за то, чтобы все наши жители города умели плавать обязательно, бегать, само собой, и потом уже по выбору. И, конечно, гимнастика, гибкость – это основа здоровья. Вот, наверное, те три вида спорта, которые, наверное, нужно всем попробовать и тренировать. Ну, как раз о том, насколько увлекаются именно лыжами наши пользователи в группе ВКонтакте, мы хотели узнать сегодня. Голосование было запущено в начале программы. Как часто вы вставали этой зимой на лыжи? Есть следующие варианты. Каждые выходные, несколько раз. В этом сезоне так и не удалось прокатиться на лыжах. Надеемся исправить ситуацию. Это пока 60% проголосовавших и другое. Как сделать все-таки так, чтобы эти 60% до завершения зимы все-таки были мотивированы пойти кататься? Что делается для этого у нас в Республике? Можете подсказать о прокате лыж, о том, где лучше кататься? Насколько это действительно доступно? Ну, есть целая программа в Министерстве спорта у нас. Это строительство площадок. И если летом это футбольные и разные баскетбольные площадки, то в зимнее время строится... Вот в том году было построено 6 или 7, я сейчас точно не помню, лыжных модульных баз. Да, это как раз и для жителей города, где все это построено. И в Казани, кстати, такая площадка построена на территории училища Олимпийского резерва, она вот буквально скоро будет открыта. Это и есть та площадка, куда жители города в доступе в своем районе приходят, берут на прокат. И база, причем, укомплектована лыжами всех размеров и разного уровня, от профессионального до любительского. Поэтому возможности как бы есть в шаговой доступности. Сейчас не зря у нас и в городе такая, и в республике программа развития парков и скверов. Вот задача, чтобы в ближайший парк, сквер жители дошли, а там они получили полный набор услуг спортивных или творческих, или любых других. Вот для этого сейчас, конечно, все делается. В каждом парке есть вот такие спортивные активности, и прокатываешь в том числе. — Ольга, может, порекомендуйте тогда телезрителям, тем, кто у нас еще не успел прокатиться, в те площадки, куда бы лично вы рекомендовали отправиться покататься у нас, хотя бы в районе Казани? — Если мы говорим про Казань, то это в первую очередь самая, наверное, обширная и удобная площадка. Это все-таки поселок Юдино-стадион Локомотив, где как раз проходила самая главная лыжня России города. Там также есть прокат лыж. Далее, совсем недалеко, это озеро Лебяжье, база МВД «Динамо». Там также есть прокат лыж, и тоже можно покататься на достаточно неплохом уровне подготовленности трассы. Далее, это Горкинско-Аметевский лес. Также трасса там готовится, потому что на территории там есть детская спортивная школа, где тренируются детки. И если говорить уже о более продвинутом профессиональном уровне, то это все-таки, наверное, Чебокса. Это необходимо будет, правда, немного выехать за город и на своем личном транспорте. Там также трасса готовится достаточно профессионально. Там будет чуть меньше спортсменов. Соответственно, можно уже сделать серьезные тренировки. Как сделать так, чтобы здоровый образ жизни не нанес как раз вред здоровью? Потому что бывает, что лыжники, бегуны и прочие спортсмены-любители увлекаются и получают травмы коленей и проблемы с сердцем. Как этого избежать? Принцип, в первую очередь, постепенности. Если человек много лет не занимался и решил, все, я готов начать заниматься физической культурой, то первую цель, которую, наверное, должны поставить, это плавное вхождение в нагрузку. Наверное, это примерно 3 месяца занимает. Потихонечку пришел, размялся, гибкость поделал, какие-то маленькие подводящие упражнения. Не важно, какой вид спорта. Все равно, в первую очередь, разминочка. И только, наверное, постепенное увеличение нагрузки уже приведет к тому, что спортсмен или человек спокойно вольется в этот вид спорта. И, конечно, если мы приглашаем профессиональных тренеров, тут надо смотреть профессиональные тренеры, окончившие физкультурное образование. Потому что все-таки не зря 5 лет в Академии нашей спорта учат наших тренеров физиологии, анатомии, биохимии, биомеханики. Вот эти все знания, они позволяют правильно посоветовать нагрузку любому спортсмену. И, само собой, прежде чем приступить к занятиям, надо все-таки медицинский осмотр пройти, потому что допущен ли этот человек к этому виду спорта или не допущен. Все-таки противопоказания тоже имеют значение. У нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте ответим на этот вопросик. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Ну, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Заниматься спортом вообще очень здорово. Мы сами с друзьями выбираемся очень часто на лыжах ездить, кататься там на разные лыжные базы. Вот подскажите, пожалуйста, где-то в январе произошел случай в Нижнекамске, такой печально известный. А как обстоят у нас в Казани и на другой территории нашей республики вот с безопасностью? Да, хорошо. Вопрос безопасности тех спортсменов-любителей, которые у нас посещают наши лыжные базы и базы проката. Ну, я, насколько знаю, там ситуация произошла в открытом лесу, то есть это не на территории спортивной базы было. Это, к сожалению, наверное, речь идет о том, что в лесу каким-то образом... Я даже не знаю, как здесь помочь. Тут надо просто осторожность, аккуратность. Но если речь идет о соревнованиях, конечно, полностью безопасность мы обеспечиваем. У нас обязательно сотрудники милиции, МВД, частные охранные предприятия, скорая помощь, само собой, обязательно присутствуют на соревнованиях. Вот в этом плане как бы на всех соревнованиях мы это обеспечим. Но если это открытый лес, то здесь, наверное, нужно просто осторожность самих жителей, в первую очередь, скорее всего. Вот, не знаю. А что касается, если об будних днях, когда нет соревнований, то все-таки, если это вечернее время, наверное, кататься на трассах, где есть освещение, естественно, и все-таки одной не выходить, кататься либо с компанией, либо предупреждать, по какому кругу ты катаешься, во сколько займет по времени тренировка, и тогда мы обезопасим себя. На этом мы завершаем нашу программу. Спасибо большое за участие в ней. Я думаю, что наши советы были полезны нашим телезрителям. На этом мы попрощаемся. Это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рега. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин